А сейчас предоставим слово Дворкину Илье Сауловичу, доктор философских наук, руководитель образовательных проектов Центра Еврейского университета в Иерусалиме, Израиль, с докладом на тему «Теоретическая антропология как фундаментальная наука. Единый подход к исследованию психических, социальных, лингвистических и исторических явлений». Пожалуйста, Илья Саулович. Спасибо большое. Не слышно, Илья Саулович. Зависло, да? А, выбило, да, его? Сейчас он подождем минуточку. Руслан Владимировна, а можно спросить тогда по программе? То есть в 5 часов мы еще, правильно я понимаю, встречаемся? Да, я предлагаю, если ни у кого не изменились планы, я предлагаю провести этот семинар небольшой. Можем его поменьше сделать с учетом? Просто обсудить доклады, которые были наверняка... Хорошо, но я просто уточняю, я не... То есть мы встречаемся вот по этой же теме в 5. Да. Я просто прошу прощения, потому что у меня будет сейчас вот в институте тут у нас всякие... Я приношу извинения. Кажется, меня выбило из интернета. Я надеюсь, что это больше не будет. Это просто вроде все хорошо работает. Сейчас меня слышно, да? Ага, спасибо большое. Да, я еще раз приношу извинения, что я... Тема моего доклада несколько выбивается, но что делать? Так получилось. И, значит, я, собственно говоря, пытаюсь предложить некую общую теоретическую конструкцию. И соблазн предложить ее на данном форуме, конечно, в первую очередь, вытекает из моего горячего желания получить какую-то критику. Вот, потому что я поэтому довольно подробные тезисы прислал. И я думаю, что вы их можете получить. Я могу их вывесить даже на экране, значит, и поэтому, собственно, я сейчас попробую максимально коротко изложить, еще более коротко, чем в самих тезисах. Видимо, прошу устная речь происходит медленнее, чем в письменной. Собственно, что я хочу предложить? С моей точки зрения, значит, в плане создания какой-то общей теоретической науки, которая бы занималась... Ну, вообще-то у нас, может быть, это будет слишком сильно сказано, но из таких вот теоретических наук, то есть, которые абсолютно абстрактным образом пытаются рассматривать реальность. Ну, всегда, может быть, даже со времен Аристотеля, если не считать математики, главной теоретической наукой являлась физика. Значит, ну, математика – это особая сфера. Аристотель, кстати, скажем, ее вообще рассматривал в качестве такой вспомогательной науки и в средние века, поскольку перипатетизм очень и в мусульманском, и в христианском, и в рейском культурах доминировал, то математика рассматривалась как некой такой дополнительной учебной науки. Вот. Но, тем не менее, главной наукой была физика. И физика в разных версиях своего существования, как античная физика, аристотелевская, если не вековая физика, и даже современная физика нового времени и новейшего времени, они, как бы сказать, человека никак не рассматривают в качестве центра или в качестве такого значимого предмета. Человек, в лучшем случае, оказывается выделенным телом, так сказать, из всего многообразия тел, значит, если говорить про античную картину мира. А, значит, если говорить о новоевропейской, то человек, конечно, это очень значимое явление. Человек, так сказать, некоторую новоевропейскую картину мира можно рассматривать как антропоцентрическую. Тем не менее, как бы никакой науки о человеке, теоретической науке в том смысле, в котором мы говорим, скажем, про теоретическую физику, так и не возникло. И, на мой взгляд, это связано с рядом причиной. Я пытаюсь думать, беру на себя смелость, так сказать, думать о том, о каким образом могла бы выглядеть теоретическая наука о человеке. Вот. Ну, и первый мой тезис, который я хотел, значит, выдвинуть скорее как для разогрева, значит, разговора, хотя я попытаюсь потом его обосновать в более теоретическом плане, это то, что науки, которые рассматриваются в современной науке в качестве разных, то есть в психологии, социологии и теоретическое языкознание, теоретическая лингвистика, на самом деле занимаются одним и тем же предметом, значит, но просто вычленяют из этого предмета разные стороны, разные какие-то разные объекты теоретические, которые, будучи разделенными между собой, не образуют никакого реального настоящего предмета, объекта изучения, потому что, когда мы берем такое явление, как человек, и начинаем исследовать его психику, как изолированный объект, то мы автоматически, значит, как бы не считаем, не видим фундаментальной теоретической значимости, например, в отношениях между людьми, потому что, если мы говорим о психике как явлении индивидуальном, то тогда получается, что взаимоотношение между людьми, оно как бы оказывается вторичным в отношении, вот есть один человек, другой человек между собой, а не взаимодействует как-то, значит, и отсюда следующий факт, что язык тоже оказывается вторичным, вторичность языка, она как бы идет еще со времен Аристотеля, с германоптики Аристотеля, когда рассматривалось, как бы, язык, речь, как некоторое нечто вторичное, как некий способ обозначения предметов, а, значит, на самом деле все предметы вроде как возникают, наоборот, консолидируются и объективизируются внутри речи, но, несмотря на это, значит, вот наука, на следующей аристотельской науке, значит, она, язык рассматривает как некую знаковую систему, знаковая система это изначально нечто вторичное, потому что это некий способ обозначения уже каких-то существующих мышлений или в материальном мире предметов, а, значит, на самом деле сами эти предметы возникают внутри неких процессов, а таким образом заведение языка к знаковой системе, это как бы, значит, ну, некое дезавуирование языка как некое самостоятельное явление. Мое утверждение, мой тезис состоит в том, что настоящим объектом, который можно консолидировать как некий теоретический объект, является некоторое единство, значит, того, что можно назвать мышлением, то, что можно назвать языком, то, что можно назвать личностью, индивидуальной психикой, то, что можно назвать социальной структурой, межличностными отношениями, коллективом и так далее. То есть, иными словами, если мы хотим найти настоящий теоретический объект, то мы должны вот как-то консолидировать и искать его таким образом, чтобы все эти явления не рассматривались как отдельные. Вот. И я опираюсь на разные теоретические построения начала XX века, в первую очередь, которые, как мне представляется, выросли из наукантианства в очень большой степени, но не только, и которые получили название «Философия диалога», я консолидирую таким образом некий теоретический предмет, который достаточно революционен, хотя я, конечно, не имею чести являться его автором, я просто его беру и немножечко теоретически осмысляю. Это межличностные отношения. Межличностные отношения, с одной стороны, это фундаментальный предмет, потому что он очень глубоко базирован в языке. Это некоторые отношения лиц, это некая языковая универсалия. Три лица, первое, второе и третье, они, насколько мне известно, присутствуют во всех языках мира. И поэтому логично рассматривать это как такой фундаментальный предмет. Вот я говорю, что мир – это и есть отношения лиц. Я рассматриваю при этом отношения лиц, первое, второе и третье, говоря по-русски «я», «ты», «он», «она», «они», «оно», потому что третье лицо как бы сразу же расщепляется. В принципе, можно и по отношению к первому и второму лицу такое же расщепление производить, но оно не приводит к такой фундаментальной, сущностной… То есть третье лицо, в нем, в силу самой природы, множественности предметов, которые мы назначаем «они», и третье лицо, оно как бы естественным образом так вот расщепляется. Например, Бубер и Фрейд использовали немецкий «эс», «оно», которое хорошо переводится на русский язык и очень плохо переводится на многие другие языки, например, английский, французский, иврит. Но на русский как раз очень хорошо переводится «оно». Но на самом деле, когда мы говорим о третьем лице, это вовсе не всегда слово «оно» здесь адекватно. Ну, лучше просто говорить абстрактно первое, второе, третье лицо. Значит, я, используя средневековую арабскую и еврейскую грамматическую терминологию, используя термины для обозначения трех лиц, поскольку вот эти вот языковые традиции, они осмыслили фундаментальность лиц, то, что в европейской культуре начало только с 19, еще больше 20 века происходить, когда вдруг первое лицо «я» стало центром философии уже в 17 веке, благодаря Декарту, и таковым и осталось до конца. А вот второе лицо, его начали, так сказать, основательно осмыслять только в 19 веке, когда Фейербах якобы, ну якобы это еще в конце 18 века, стали говорить о значимости «ты». Значит, соответственно, сочетание трех лиц «я», «ты», «они» и отношение этих трех лиц, оно является таким универсальным предметом с точки зрения языка даже, но главным образом в теоретическом плане, потому что отношение «я», «они» – это как бы некоторое языковое обозначение того, что называется субъект объектным отношением, отношение первого и третьего лица. Отношение «я», «ты» первого и второго лица – это, так сказать, выражение межличностного отношения, и, скажем, Мартин Бубер его возвысил до небес, мне кажется, ошибочно, но тем не менее он как бы очень сильно актуализировал вот эту тему отношений «я», «ты». А другие философы диалога, они пытались рассматривать отношения «я» первого, второго и третьего лица к системе, то есть динамической системе, к системе отношений, потому что совершенно понятно, что без осмысления первого лица невозможно второе лицо, без второго лица на самом деле невозможно первое лицо. Это очень подробно Герман Коген в «Этике чистой воли» очень подробно доказал, что на самом деле без осознания существования «ты» человек не может сам себя осознать в качестве «я» как личности. Вот, то есть самосознание, исток самосознания, согласно Когену, является именно установление отношений с другим человеком, как «ты». Значит, так или иначе, все эти три лица, они выступают как некое динамическое отношение, и к ним мы еще должны обязательно добавить, в принципе, могли бы сразу же ввести множественное число для всех лиц, это было бы логично, но по отношению к первому лицу оно имеет особую роль – «мы», потому что оно является обозначением некоторого динамического коллектива, то есть некой группы людей, которые себя мыслят как некоторое целое, или, по крайней мере, человек, который говорит «мы», он мыслит эту группу как некоторое целое. Таким образом, систему, которую я ввожу, ее можно иначе варьировать всячески. Это первое, второе, третье лицо, единственное число, и первое число, множественное число «мы». Это я, конечно, придумал, как я сказал, например, уже у Германа Когена в этом же произведении «Чистой воли» 1904 года очень подробно исследована эта система отношений, ее также занимались другие авторы, и несколько иначе ей занимался великий, с моей точки зрения, русский философ Бахтин, который сумел это межличностное отношение как основу, то, что можно было бы назвать, антология особого типа. Используются разные термины – социальная антология, экзистенциальная антология и так далее. Но я вообще, не считаю, обходиться без термина антология. Но Бахтин, по крайней мере, точно сумел осмыслить мир как некоторый вид межличностного отношения. Таким образом, что здесь очень важно, если мы рассматриваем в качестве теоретического основания, теоретического объекта этого межличностного отношения, то тогда, во-первых, психика, как отдельная индивидуальная психика, оказывается только лишь аспектом какого-то явления. То есть, иными словами, индивидуальной психики в каком смысле не то, что не существует, но она существует только внутри некоторого межличностного взаимодействия. И если говорить реально, то формирование психики начинает, по крайней мере, с момента рождения, может, и раньше человека происходит внутри некого процесса взаимодействия с другими людьми. Теперь, ну и, скажем, например, все наши понятия, все наши слова, все, что мы знаем, все это формируется внутри нашего взаимодействия, как минимум, с родителями и окружающей средой в детском возрасте. И говорить, приписывать сознание, рассматривать сознание как нечто изолированное, вот само по себе существующее явление, это некоторая методологическая ошибка. Значит, теперь понятно, что, с другой стороны, и коллектив тоже невозможно представить себе меж, вот этого межличностного взаимодействия. То есть, если говорить о формировании коллектива, это мы, первое лицо множественного числа, то понятно совершенно, что сам коллектив рождается и живет внутри динамики отношений я, ты, они. Значит, таким образом, вот наш теоретический объект, вот я сейчас описал, и здесь очень важно отметить, что в этом теоретическом объекте мы видим фундаментальную разницу между языком мышления, потому что, значит, на самом деле, значит, мышление, процесс мышления, хотя уже упомянутый мной Герман Коген считал, что мышление, и что в этом великая ошибка, он, кстати, в этом близок к Бергсону, но все-таки иначе как бы рассматривает, что мышление, значит, оно происходит в настоящем времени, то есть не является погоней за прошлым. Это очень важная вещь, что европейская классическая философия и греческая, тоже, но европейская особенно, рассматривает процесс мышления как попытку улавливания каких-то существующих объектов, идеальных или материальных. Осознание, осмысление существующих объектов. А Коген, он выдвинул такой тезис, близкий Бергсону, но совершенно другой, что мышление – это процесс, который означает в настоящее время. Но на самом деле в настоящее время происходит вовсе не мышление, в настоящее время не как длящееся прошлое, а как чистое настоящее время, а именно процесс диалога, процесс речи. Потому что, естественно, что то, что я говорю, вы слышите запаздывание, вы слышите это даже, я это говорю, рассчитываю, что вы услышите это в будущем, но сам процесс, это взаимодействие, взаимопонимание происходит в настоящее время. И это фундаментально отличается от того, от процесса, например, мышления. Потому что, значит, как бы у меня нет власти над тем, что вы услышите. А вы услышите то, что вы услышите, это в будущем. Следовательно, вот этот процесс, процесс диалога, он происходит как бы в сочетании всех трех времен. А процесс мышления – это процесс осознания того уходящего, прошлого, которое всегда длится. Эта конструкция, я сказал, тоже относится к логике Германа Коин, в 2002 год. Но, значит, она все-таки не по отношению к мышлению, ее нужно понимать именно по отношению к речи. Таким образом, получается, что диалог или речь – это фундаментальное явление. Оно не сводимо к мышлению, и оно тем более не сводимо к описанию какой-то реальности, к знакам чего бы то ни было. Потому что знаки – это попытка, это проекции некого динамического процесса. Таким образом, получается, что отношение я, ты, они, мы – это динамический процесс. И тогда весь мир представляет собой не что иное, не как вещь, это не совокупность вещей вообще, а это некий динамический процесс, который разворачивается в настоящее время. И если взять, например, на это можно возразить, а что вчерашний мир, который был вчера, его сейчас вроде как уже нет, или там миллион лет назад. Динозавры – это один из философов современных Эллен Бадью приводит пример динозавров, которые, как бы, мы видим их ископаемыми, но мы с ними не можем их воспринимать как реально существующие, тем не менее мы их воспринимаем. На самом деле, значит, на этот вопрос уже Кант ответил. Значит, мир прошлого – это часть нашего мира настоящего. То есть это некоторая конструкция внутри нашего мира, который мы сейчас обсуждаем, который мы говорим. Следовательно, мир – это некая динамическая реальность, динамическое взаимоотношение всех трех лиц. И это есть, с моей точки зрения, теоретический объект науки, которую я особо называю теоретической антропологией по науке с теоретической физикой, которая занимается исследованием Вселенной, мира, как динамического процесса человека. Вот. Ну, пожалуй, на этом я, наверное, завершаю. И очень буду рад каким-то вопросам, замечаниям. Спасибо, Илья Саулович. Пожалуйста, вопросы, комментарии. Можно полуслова сказать? Пожалуйста, Андрей. А, извините, Андрей Саулович, я вас перейду. Я просто, я только хотел сказать, что, с моей точки зрения, удивительное созвучие между последними двумя докладами. И я вижу, в общем-то, созвучие с тем, что я говорил. Но это, чтобы об этом сказать, требуется какое-то время. А сейчас вот Рузанна Вадимовна уже нам напомнила, что мы обкрадываем нас самих в смысле обеда. Поэтому, если мы будем в пять часов встречаться, то я бы вот тогда, может быть, более подробно сказал. А вообще, по-моему, очень хорошо. Извиняюсь за упоминание об обеде, но просто нас тоже организаторы тут смысками подстегивают. Вы знаете, в Китае, вот, кстати, к тому, что Андрей Саулович говорил, вот, вы что хотите делайте? 12 часов обед, и все, все закончится, все пойдут на обед. Никаких тебе вопросов, там, академик, не академик вообще, президент, все пойдут на обед. Вот так они управляются умом, правильность. Так, пожалуйста, вопрос. Так, Илья, у меня небольшое терминологическое соображение. Вот знаменательно, я думаю, ты согласишься, что личностные отношения и межличностные отношения – это ровно одно и то же. И из этого семантического факта можно вывести очень глубокие суждения о том, личность что такое и каким образом она есть, правда? Конечно, да, несомненно. Личность – это межличностность. Да, то есть у вещи есть граница, которая отличается от самой вещи, а личность мыслится нами как то, граница чего совпадает с нею самой, правда? Верно, да. Поэтому личность первична. Да, ну еще небольшое замечание по поводу «оних», то есть их. К им относятся те, о которых мы имеем основание полагать, что кто-то из них для себя есть я и может стать для меня тобой. Остальное, ну, прям множество стаканов, это не они, конечно. Конечно, вот. И вот я упомянул, но не назвал вот эту вот арабо-еврейскую, надо именно в таком порядке, потому что арабская грамматика первая, я думаю, что еврейская просто сымитировала обозначение лиц. Оно называет третье лицо скрытым. При этом скрытым или отсутствующим лицом. Значит, и это показывает разницу между одушевленным и одушевленным лицом, потому что если я говорю, вот мой друг там такой-то, Вася там такой-то, он, но все-таки этот он может при определенных обстоятельствах стать ты или я. А когда я говорю, это стакан, он не может стать ни ты, ни я. В этом есть фундаментальная разница, и это, конечно, нужно исследовать.